Настоящий ад, обещают эксперты жителям края и его столицы. Якобы в этом году идеальные условия для размножения комаров. Так ли это, когда кровососущие будут наиболее активны и стоит ли нынче бояться их укусов? Поговорим сегодня с экспертом. Наш гость Никита Ершов, энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Ну появились комары, причем мне кажется, что далеко не один пролетел и не только мне. Люди говорят, пишут, не рано ли они появились, учитывая, что у нас только 20 числа мая получается. И если действительно они появились, то в чем причина такого раннего появления? Ну действительно, да, комары массово начали появляться в различных регионах нашего края, даже около Барнаула. Ну по времени, по срокам как раз. То есть я считаю, это абсолютно адекватное время их появления. То есть они всегда в это время появляются? Ну они вообще появляются массово, примерно да. То есть конец мая, начало июля. Ну в принципе июня, простите. То есть как бы сроки не сильно смещены. То есть все в порядках нормы. Ну вопрос в количестве. Да, вот кстати. Ну это тоже вполне объяснимо. Почему? Потому что, как мы знаем, в этом году у нас на территории всего края паводковый режим был очень, ну как бы такой бурный, что заливало множество деревень. Еще в марте. Да. Вот. И в связи с этим комары появились раньше. Почему? Потому что когда вода уходила, грубо говоря, осталось много увлажненной почвы и много временных, хорошо прогреваемых водоемов, которые являются отличными биотопами для размножения комаров непосредственно. А это вот именно в каких-то районах, где чисто были подтопления, они там, их там больше, можно сказать, на данный момент? Или это по всей территории, получается, Алтайского края, в том числе Барнауле? Вот затрудняюсь как бы ответить на этот вопрос, потому что, ну, режим водности высокий был по всему краю. То есть я, наверное, склоняюсь к тому, что по территории всего края это. Но, грубо говоря, нужно говорить локально, что если в степных зонах, естественно, их процент меньше, потому что там меньше водоемов, то есть и болотистых мест. А, например, в окрестностях Барнаула, естественно, их будет больше, потому что у нас большое количество, во-первых, ну, водоемов, ну, и в том числе большое количество маленьких рек, речушек и притоков Аби, и то есть где все равно появляются мелкие водоемы. Естественно, там, где больше рек, там, где больше водоемов и комаров больше. А вы говорите еще теплые какие-то места, ну, не сильно же тепло, скажем, было ночами, допустим. За очень короткий промежуток времени комары приобретают, так сказать, вот эту вот необходимую сумму эффективных температур для размножения. Тишина, тишина, тишина для развития. Потом резкое потепление у нас, ну, сколько недель оно было там или две. Плюс за это время было большое количество температуры ими получено, и этого хватило для того, чтобы массово размножиться. Плюс, как бы, за это время прогрелась вода, и то есть вот эти вот понижения температуры дальнейшие после этого, ну, как бы оставили возможность, чтобы вот, ну, как бы, вода все равно теплее осталась. Не умерли они, скажем так, к сожалению, к нашему. Мы с вами в прошлом году встречались и говорили о том, что комары активны циклами. Ну, я просто даже помню, пару лет назад, можно сказать, что не комариное было лето. Ну, они были, но как-то их не так много на самом деле. Сейчас какой год, скажем так, активности комаров? Можно ли сказать, что это год какой-то там наибольшей их активности? Я не это имел в виду, честно говоря. Я говорил не про циклы активности комаров, я говорил про циклы фаз водности. То есть на каждой территории они определены. Тут вопрос, наверное, к географам больше. Я вам так не скажу, у нас он где-то, ну, наверное, 6-9 лет в зависимости от обстоятельств. То есть, ну, как бы, да, естественно, активность кровососущих, которые размножаются в воде, привязана к этим циклам. Ну, да, тут спорить нет смысла. Но вопрос в том, что то, что у нас происходит в этом году, почему такой сильный поводок, это относится скорее не к цикличности, а к каким-то исключительным обстоятельствам. А что это за обстоятельства такие исключительные? Ну, все просто. То есть, если разбираться, грубо говоря, по полочкам, как, в принципе, все делается в экологии. Есть какое-то явление, если его разобрать по факторам на маленькие составляющие, все станет ясно. Начнем с начала. У нас что? Поздно лег снег. То есть, сначала жутко промерзла земля, на нее лег снег. Соответственно, земля, после того, как снег дальше ложился, 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 он просто скапливался, не таял, не уходил никогда. Потом наступает весна. Из-за того, что земля промерзла, когда начинается таяние, эта промерзлая земля, она не пропускает снег, ну, сквозь себя, собственно. Соответственно, этот растаявший снег, уже вода разливается не вниз, а в ширину. Вот и получается, что даже такие районы, как, например, Михайловский, который очень страдал вот в этом году от подтопления Михайловского, не путаю уже ничего, что как бы регион, где из водоемов практически соленые озера, и он очень пострадал из-за того, что была промерзлая земля, потому что очень много снега просто потаяло. И комары, соответственно. Ну, вот это дальше получается. Чем больше воды разлилось, следовательно, вокруг много влажной почвы. То есть потом вода все равно уходит, остаются маленькие временные прогреваемые водоемы. Вот и идеальная среда для размножения комаров. То есть все, грубо говоря, началось. Ну, можно было об этом думать еще с зимы, то есть с осени. То есть были такие предположения, что нынче будет такая. То есть идеальные условия все равно есть. Опять же, вопрос в том, что несовершенствование прогнозов, например, температурных, климатических. То есть если бы нам сказали, мы такие смотрим, что все промерзло, снег падает, и нам говорят, будет очень тепло весной вот такие подъемы, тогда да. Но вопрос в том, что он все равно корректируется, меняется. Слушаешь мнение людей, одни говорят, ну, я имею в виду знающие географы, то есть что. Одни говорят, что будет лето, это очень теплое, там, за последние 10-15 лет. Другие говорят, что наоборот будет холодное. И тут, ну, как бы, что окажется правдой, то окажется правдой и на бумаге с насекомыми кровососущими. Ну, так или иначе, условия хорошие для размножения комаров. Пока, да. Да, пока, да. И можно ли назвать, точнее, можно ли сказать, что реально этим летом будет настоящий комариный ад, как вот многие пишут, эксперты? Это, опять же, вопрос в том, если продолжится сохранение таких высоких температур. То есть если будет там 25-30 постоянно и будет влага, конечно, у нас будет комариный ад. Ну, а если вот сейчас на данный момент синоптики обещают, допустим, в июне 20-22 градуса, но при этом с дождями, вот это тоже будут, да? Ну, то есть, как бы, основные параметры, которые нужны, это влага и эта температура. Будет влага, будет много влаги, будет высокая температура, будет много комаров. Будет влага, будет низкая температура, не будет комаров. Будет, грубо говоря, высокая температура, но не будет влаги, не будет комаров. Ну, то есть, вот, в принципе, и все. Ну, понятно. По традиции спрошу, у нас опять же многие эксперты нынче говорят о том, что появились какие-то комары, которые опасны и будут переносить в этом году инфекции тоже какие-то новые, может быть, даже опасные для людей, люди будут сильно болеть. Есть ли под этим какие-то действительно факты, которые об этом говорят? Так, ну я по частям пытаюсь вопрос разобрать. Про новых нет. Ну, то есть, если появляются новые виды на какой-то территории, это начинается огромное количество научных публикаций. Ну и в том-то и дело, что биоциноз на определенной территории, это как бы супер неповоротливая, сперверавшаяся за тысячелетия система, грубо говоря. И если новых видов у нас не появится. А каких-то наиболее опасные вот что-то внутри этих комаров, когда они кусают и человек заболевает? Если вот так вот разобраться, ну, все кровососущие одинаково опасны, потому что они кровососущие. Мне кажется, клещи наиболее опасны, если брать из этого ряда. Я про насекомы говорю сейчас, не про клещей. Ну да, ничьи не станоги. Да. И то есть, грубо говоря, плюс-минус все одно и то же. Но вопрос в том, что, ну, естественно, существуют малярийные комары, почему их так называют, но вопрос в том, что у нас они не переносят малярию, потому что у нас ее нету. Это просто латинское название вида. Ну, русский аналог латинского названия этого вида. И как бы, если выделять из всех наших, у нас всего три рода, среди них особо опасных, то нет такого, чтобы выделить. То есть они, в принципе, все одинаково опасны, потому что они кровососущие. Единственный вопрос, что есть более приспособленные виды, есть более неприспособленные. Например, вот кусаки, вот самые массовые комары, они наиболее приспособлены. Их больше всего у нас на территории. Поэтому я бы, наверное, их назвал самыми неприятными. Тогда, если следовать вот этой логике, наверное, самыми опасными. Ну, то есть их просто много, и они кусачие. А все остальное, какие-то там болезни, которые они переносят, ничего такого не происходит. Ну, вообще, да, есть инфекции, которые комары переносят, но мы за этим следим. Это наша работа. То есть мы, получается, собираем кровососущих членистоногих всех, в том числе и двукрылых. Мы их исследуем, и если что-то, где-то большая концентрация положительных находок принимаются, ну, как бы, правильные, да, меры. И вы бы нам сейчас об этом уже рассказали, а может, и раньше. Даже я бы об этом вам не рассказывал, вы бы об этом уже знали. То есть Роспотребнадзор бы, как бы, поэтому у нас все довольно благополучно. Хорошо, кроме того, что их много будет, ну, на данный момент, по крайней мере, точно. Как людям бороться с комарами? Вот, допустим, на тех же дачах, потому что, говорят, уже сейчас заедают. Вот есть какие-то там средства, может быть, несколько советов дадите? Ну, я, наверное... Америку не откроете. Ничего нового не скажу, потому что, ну, не вижу... Скажу, что не занимаетесь народными всякими штуками, потому что, ну, наука на то и наука, что она взяла все, что работает, и превратила это в нормальные работающие средства. То есть, ну, пользуйтесь репеллентами, пользуйтесь спиралями, тоже, кстати, хорошая вещь, особенно в помещениях. Ну, и различными автоматическими ловушками, то есть тоже как бы... Ну, я бы посоветовал просто пользоваться репеллентами, меньше бывать на солнце, меньше залазить в траву мокрую. Ну, понятно, что дача, дача, да, но как бы можно себя обезопасить, если у вас двухметровая трава высоты, ну, то есть лучше ее скосить, чтобы был аккуратненький газончик, и тогда вероятность того, что вас будут кусать, намного меньше. Ну, и если вдруг есть такая возможность, наверное, можно обработать этот весь участок. Ну, тут да, конечно, да, это поможет, но это поможет от популяции, которая на данном участке в данный момент находится. А все остальные соседи могут, так сказать, прилетать? Да, потому что вопрос в том, что, ну, обрабатывается же инсектицидами, инсектициды они убивают, а не отталкивают. Вот еще один совет могу сказать, что не оставляйте на своих дачных участках набранные емкости с водой, потому что это, грубо говоря, локальный маленький водоем, хорошо прогреваемый, там будет огромное количество личинок, в которых будет множество комаров. А мы можем сейчас сказать, в каком месте комары будут все-таки наиболее активны этим летом? Или вот вы как сказали, что мы не знаем, да, сейчас? Ну, если будет тепло, все хорошо, это примерно конец июня, начало июля, как всегда. Да, да. То есть обычно... Мне кажется, в прошлом году они были чуть ли не до сентября, комары. Нет, в прошлом году, нет, они были, понятное дело, что они будут и сейчас, и до сентября. То есть я, если мы уже говорим о активности... Меньше, да, да, да. То есть, ну, я предполагаю, что конец июня, начало июля, потому что у нас такой климат особенный, что июль самые жаркие месяцы обычно для них уже суховато. Но если в этом году сохранится влажность и будет тепло, я думаю, как бы это июль тоже сильно нас потребит. Но август все равно будет проще. Ага, слышала такой разговор, вот, кстати, недавно человек рассказывал, что вот якобы у нас в Новосибирске, когда мы жили, такого не было, что гулять нельзя вечером по городу. Комары не комары, ходишь, гуляешь, ну, собственно, их не чувствуешь. А переехали в Барнаул, и теперь вот якобы сидим дома, не выходим из-за комаров. Почему такая разница, и как вот вообще такое может происходить? Ну, это, конечно, очень такой странный вопрос тут, ну, это сугубо индивидуальный опыт. То есть, ну, грубо говоря... Какая-то обработка там в этом городе или в каких-то соседних городах идет от комаров? Ну, как я это вижу, смотрите, человек, грубо говоря, ну, опять же, это тут можно все, что угодно предполагать. Но если я вижу, почему так, центр Новосибирска, он весь заложен в асфальт, он весь заложен в плитку. То есть, элементарно, даже если будут дожди, будет тепло, нет, ну, как бы, места, где были бы лужи, где были бы хотя бы влажная земля. Потому что он благоустроен, но, как бы, намного меньше. А, вот оно что, зелени меньше, меньше и комаров. Да, то есть меньше свободной земли, которая может заливаться, где, собственно, могут яйца. А у нас, как бы, Барнаул довольно город зеленый, довольно открытый, где много открытых земельных пространств. Ну, это раз. Ну, если сравнивать, допустим, если бы человек с окраины Новосибирска где-нибудь, я думаю, таких бы разговоров у него не было. Потому что там тоже очень много водоемов. Ну, и заключительный вопрос по мошкам, потому что, да, у нас комары комарами, но бывает еще, когда они все вместе. Насколько мошки будут активны? Та же история. Мошки очень сильно активны, но они будут тоже, ну, они поменьше будут активны. То есть, я думаю, уже к июлю мы без них, скорее всего, придем. Но тут, опять же, мошки где развиваются? Мошки развиваются, в отличие от комаров, в бегущей воде, ну, то есть в реках, в текущей. И смысл в чем? Река разлилась, получается, появились сублитеральные области, которые хорошо прогреваются. То есть, она вроде как бы и хорошо прогрета, и вроде проточная. И поэтому мошек много. А, но сейчас они точно будут, потому что у нас в Барнауле. Они есть, их огромное количество уже. То есть, если вот немножко объехать, там, Павловский район, или хотя бы окраины, даже наши агломерации, около болот, около рек, огромное количество, огромное количество там. Тот же, например, Черницкий лес, невозможно, без сетки москитных. Советы борьбы с те же самые, собственно, что и с комарами, я так понимаю. Да, да, рекеленты, ну, вот только единственное, бочки на них никак не влияют, потому что там они не вылупятся. Ну, потому что, да, это не проточная вода, скажем так. А все остальное то же самое. Никит, спасибо. Ну, что, куда нам деваться? Будем, так сказать, жить в таких условиях с комарами и бороться, как можем, с ними. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Никита Ершов, энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Продолжение следует...